Всем привет, это канал Частер, меня зовут Кирилл, и здесь мы говорим о часах. Сегодня, как вы понимаете, обзор необычный, часов мы пока не видим, но видим огромную коробку. Бренд Куэрва Сабринос впервые появляется на нашем канале. Смесь кубинской эстетики и швейцарского качества. Плюс сегодня будет распаковка, давненько такого не было. И предоставил нам эту модель магазин All Time, который уже более 20 лет занимается продажей. Оригинальных часов различных брендов, в том числе и бренда Куэрва Сабринос. Ссылки будут в описании. Большинство часов, действительно, которые проходят через этот стол, не обладают какими-то выдающимися коробками, упаковками. Случай сегодня особый, снаружи картонная, черная с брендированием. Ну а внутри еще более интересная картина. Сначала она встречает паспорт, как небольшая поэма выполненной. Ну и основное, это коричневый бокс, коробка Хьюмидор. То есть специальная коробка для хранения сигар. Все упаковано максимально надежно. Пленочки, дополнительный защитный материал. То есть это и отличный подарок, и в целом достаточно дорогая, эксклюзивная вещь. То есть сама по себе коробка уже. Смотрите, как все внутри здесь отделано. Дерево. Опять же брендирование. Да, мой скромный продакшн даже не предполагает таких подсъемок. Но ради сегодняшнего случая пришлось чуть-чуть камеру отдалить и даже встать со стула. Тут дополнительно идет кожный ремешок. И основная коробка с часами выглядит по меркам общей упаковки вполне себе скромно. Это такой походный вариант. Можно закинуть в чемодан, сумку, путешествуя. И с вашими часами точно ничего не произойдет. Посмотрите, как это компактно и красиво, элегантно упаковано. Но дополнительно мы можем вот эту часть достать. И у нас освобождается отсек как раз таки для хранения сигар. Но наконец переходим к основному, к нашим часам. Нас встречает нестандартная форма, возможно чем-то напоминающая кому-то суперкомпрессор. Это дайвер 200 метров, как мы видим по надписи на циферблате. И здесь выполнено, конечно, все по дайверски. То есть мы видим корпус достаточно толстый, с большими головками. Слева в районе 9 часов отвечает за вращение стрелок и календаря. Головка в районе 2 за вращение внутреннего безеля, по которому мы можем как раз засекать время погружения. Что же это за выступ такой, вы спросите, в районе 4 часов. А этот выступ является кнопкой, которая, скажем так, снимает предохранитель с головки на 2 часа. То есть в базовом положении эта головка не вращается. Но мы нажимаем на кнопку и наш безель крутится. Да, по, конечно, отражению стекле все сразу понятно. Но, по крайней мере, мне это сапфир. Сапфир выпуклый, скругленный, с антибликовым покрытием. Как видите, все в нем вообще отражается. И я, и источники света. Пожалуй, мое самое нелюбимое стекло для съемки. Но при этом это, конечно, максимальная надежность, никаких царапин. И я бы отметил, конечно, многогранность отделки корпуса. Вот вы посмотрите, ранг полированный. Корпус сам сатинированный. Но тоже не без полировки. Вот эта угловатая грань. И лепестки на ушках полированы. Ну просто загляденье. Еще и задняя крышка полирована. Которая, кстати, с гравировкой Квалангиста. Собственно, и коллекция Буки Адор. Переводится с испанского как ныряльщик, дайвер, аквалангист. И здесь же мы видим брендирование опять-таки. Референс. И быструю смену ремешка. Красивая красная подложка. Ремешок, кстати, изначально идет каучуковый. Хотя издалека может показаться, что это кожа. Нет, как вы понимаете, кожа идет дополнительно в комплекте. Ну и, собственно, сам циферблат. Глубокого синего оттенка. Вот, наверное, под таким углом будет прекрасно видно. Кстати, видно и наш внутренний ободок с разметкой. С большой точкой на 12. И циферблат, конечно, передает нам вот эту красоту. Вот Карибского бассейна. Все, естественно, связано с Кубой и всем, что рядом. Тут и мощнейшие индексы с цифрами огромные. Со светонакопителем суперлюминого. Он же на минутной и часовой стрелках тоже огромных. И вот здесь на секундной. Красные элементы добавляют динамики. Синие отсылают на морскую тематику. Ну а окошко даты в районе 6 часов имеет тоже необычайно красивую рамку. Необычайно красивой формы. Брагирование в районе 12 часов, конечно же, стоит немножко погрузить вас в историю марки. Возможно, кому-то она уже знакома. 12.1882 год. Именно он считается годом основания марки. Когда в Кубинской Гаване открыт первый магазин часов Куэрва Сабринос. Что переводится Куэрва и племянники. У руля компании стоял ювелир Дон Рамон Куэрва. Затем Армандо Рио Куэрва с братьями и племянниками, как вы понимаете. Ну и это конец 19 века. Портовый город, сосредоточение, особенно американской интеллигенции, бомонта. И были в магазине личности уровня Уинстон Черчилль и Альберт Эйнштейн. Как поговаривают легенды. Да, быстро место стало модным. Там продавались именитые европейские марки. В частности, так хорошо продавались, что Ролекс, Патек Филипп. Выпускали модели, где циферблат был дополнен брендированием Куэрва Сабринос. К 20-му году расширяется торговая сеть. Выходит в Европу и, конечно же, в Швейцарию. В 28-м году вообще открывается собственное производство в Шодефон. Для часовой индустрии место знакомое, конечно же. Ну, а к 40-му году Куэрва Сабринос один из самых знаковых часовых игроков в Северной и Южной Америке. Но революция на несколько десятилетий, казалось бы, марка канула в лету. И вот в 2002 год итальянский специалист по антикварным часам Марцио Вилла становится президентом компании. Дает ей вторую жизнь, размещает производственные мощности на европейской территории и возвращает бренд на Кубу в то самое историческое место, где еще и музей появляется. Ну и благодаря всему этому мы стали свидетелями интересных швейцарских часов с кубинскими корнями. Да, швейцарских SwissMade. И внутри механизм швейцарский на базе Soprot P024. Ну, это брат, можно сказать, Эта 28-24, наверное, более всем известный. И управление здесь именно с головки слева. Поэтому, когда часы на запястье, вот управлять ими совсем не рекомендуется, да и это и неудобно. И мы их снимаем, головку раскручиваем. Кстати, у нас здесь очень далеко отходит от корпуса. Вот первое положение. Смена даты против часа, по часовой стрелке у нас здесь, да. И, смотрите, мы отодвигаем второе положение, стоп, секунда. Посмотрите, какое расстояние, какое расстояние здесь от корпуса до головки. Действительно огромное. Стрелки достаточно чувствительные. Кстати, посмотрите, часовая. Не заслоняет собой окошко даты. Которые, кстати, тоже особо-то и не выделяются. То есть не выглядит, как отдельное пятно. Хотя, казалось бы, белый диск плюс рамка на фоне темного циферблата. Смена числа у нас происходит резко, в полночь. Ну и, конечно, читаемость за счет вот этих толстых стрелок сохраняется просто великолепная. Они заполняют собой много пространства. Это и по-дайверски правильно. И вот для читаемости, конечно, огромный плюс. И в темноте картина сохраняется. Потому что обильно нанесли супер-люминовую на те же стрелки, на индексы, на цифры. И вот точка на внутреннем безеле. Здесь также читаемость превосходная. На запястье, ну вот лично для меня, пожалуй, они чуть крупноваты. У меня обхват 16,5 см. И здесь, конечно, ушки дают о себе знать. Они прямо вот так сильно выпирают. И 53 мм получается высота. Хотя ширина всего 43, но толщина тоже приличная. Все-таки почти 16 мм. Но это во многом за счет выпуклого стекла. А вот ремешок здесь примерно от 16 см до 20 см. То есть часы, я думаю, на среднее запястье где-то от 17-17,5 до 20-20,5. Плюс-минус. Вот в этом диапазоне, я думаю, идеальное будет попадание. Вообще, конечно, удобно, что здесь ничего вот сюда не упирается. Имею в виду головки в районе трех нет. Эта головка тоже в руку не упирается. Так что эргономично сидят. Общий вес, кстати, 110 граммов. То есть они еще и при этом относительно легкие. Кожаный ремешок по обхвату такой же. По цвету даже примерно такой же. Ну и по весу, в принципе, особо не отличается. Ох, ну это, пожалуй, все-таки вариант вечерний. Вариант не на каждый день, а вариант для души. Естественно, вы их можете использовать как хотите, потому что здесь отличная читаемость. Дизайн, ну не сказал бы, что вы черный. Да, он необычный. Да, он будет привлекать взгляд. Но не то, чтобы кричать о себе. Поэтому здесь можно как на голове запястье их носить, так и с рубашками. Не стройкий деловой стиль, конечно же. Этакий вариант casual. В общем, применение остается на ваше усмотрение. Ну и это дайвер, не забываем. Так что, в принципе, на отдых, в отпусках тоже можно взять. Плюс еще и коробочка удобная для этого. Итак, марка у нас впервые на канале. Скажу, что в целом модель произвела на меня приятное впечатление. Во-первых, за счет своего необычного дизайна. Не часто приходится видеть подобное исполнение. Есть свои интересные моменты и по корпусу, и по циферблату. И, конечно же, в упаковке, в оформлении. Безусловно, это многогранный вариант. И для себя, и как подарок, и как многофункциональный инструмент. То есть, если вы еще и сигары любите. Кстати, да, забыл сказать, что курение, естественно, вредит вашему здоровью. Но, если вы любите сигары, то это будет и коробка для них, и часы, и вот такой походный бокс. На самом деле, здесь стоит отметить часовую направленность, часовые моменты. В частности, швейцарский механизм. В частности, 200-метровая воднепроницаемость. Сапфировое стекло. Классная защита для вот этой головки, которая вращает внутренний безель. То есть, здесь, в принципе-то, не забыли и такие моменты. Поэтому, я могу сказать, что данный вариант, он хоть и не является каким-то бюджетным. Но, при этом, в своем ценовом сегменте, действительно, выделяется за счет вот этих всех аспектов. Их вы сможете приобрести в магазине All Time. И, кстати, в этой коллекции, в этой серии, есть другие цвета циферблатов. Не менее интересные. Мне, конечно, синий приглянулся больше всего. Но, в любом случае, если вы любитель вот этих кубинских, латиноамериканских мотивов. Еще и при этом, любитель качественных швейцарских часов. То это идеальное попадание. В конце, хотел бы узнать и ваше мнение по поводу этой модели. Обязательно оставьте его в комментариях под видео. И, если оно вам понравилось, то поставьте лайк и подпишитесь на канал. На этом все. Всем пока.